Анна Ивановна, вас поздравлять или как говорите? Я предлагаю пожелать нам всем удачи. Какие-то, может быть, есть уже планы? Безусловно, ряд планов есть. Вы знаете меня как непримиримого критика. Четыре года я критиковала политику, которая была до этого на предприятии ТГО, называя это предприятие черной дырой нашего бюджета. Я, безусловно, не отказываюсь от своих слов. И вся моя критика была направлена на то, чтобы это предприятие наконец-то заработало. Потому что ситуация была доведена действительно до критической. Я благодарна Михайлову, который сегодня являлся исполняющим обязанности директора, за то, что действительно по результатам аудита, которым, если помните, я неоднократно поднимала вопрос на сессию, необходимость аудита, он был проведен международной компанией. Сегодня, имея эти результаты аудита на руках, совершенно есть четкие ответы на поставленные вопросы. Поэтому вот тот проект решения, который был сегодня вынесен на двухставочном тарифе, это часть как раз рекомендаций международной аудиторской компании «Креста». И я надеюсь, что это будет первый шаг, который действительно поможет вывести это предприятие из столь тяжелого финансово-экономического положения. Вы можете самым простым для людей языком про этот двухставочный тариф? Для людей она в принципе не изменится. То есть, что из себя представляет двухставочный тариф? Это есть условно-постоянные затраты, есть условно-переменные. А постоянные – это затраты, которые содержат в себе зарплата сотрудников и прочие постоянные расходы. Переменные – это когда начинается отопительный сезон, потребляется тепло, и люди платят за потребленное тепло. Вот как раз для того, чтобы стабилизировать финансовое состояние предприятия, предложено было аудиторами ввести двуставочный тариф для того, чтобы обеспечить равномерное поступление денежных средств на счета коммунального предприятия. Потому что коммунальное предприятие, я думаю, вы слышали, постоянно сталкивается с нехваткой денежных средств. То есть, в отопительный сезон деньги есть на счетах предприятия, Когда нужны профилактические работы, при этом окончании отопительного сезона или старте нового при подготовке, постоянно сталкиваемся с той проблемой, что денег нет. Вот как раз двуставочный тариф, он обеспечит равномерное поступление. Если сравнивать с тем форматом тарифа, который есть сейчас, то сумма не изменится, она просто будет равномерно распределена на все 12 месяцев. Скажите, с чего вы планируете начать? Это ваши первые ошибки. Ну, безусловно, вот то, о чем я говорила, это двуставочный тариф. В пятницу будет заседание в нацкомиссии, в НГР, ЕКП, будет рассматриваться тариф, новый тариф в Одессе на отопление. Посмотрим, состоится ли это заседание, надеюсь, что состоится. И, безусловно, внутренний, помимо того международного аудита, который был проведен, внутренний аудит предприятия и внедрение рекомендаций международной аудиторской компании по выведению, по стабилизации этого предприятия. Потому что сегодня мы столкнулись с той ситуацией, когда одно единственное коммунальное предприятие города съедает львиную долю бюджета развития. Ну, собственно говоря, это сейчас, я не говорю, что мы завтра перестанем его финансировать, но мы должны четко понимать, к какой цели мы идем, оказывая существенное финансовое влияние этому предприятию. Поэтому, я думаю, уже после Нового года проведем расширенное заседание для депутатского корпуса, для средств массовой информации и презентуем уже какой-то долгосрочный поэтапный план действий. Когда вам предложили, долго ли думали, сложно ли это было решение? Потому что все знают, что периодически на сессиях у вас с мэром такие пассажи довольно резкие, были бы неожиданно такое назначение. Вопрос моего назначения в коммунальное предприятие, это вопрос, все-таки, понимаете, я еще раз подчеркиваю, это то, с чего я начала. Четыре года я говорила о том, что необходимым этому предприятию модернизация и улучшение. Безусловно, и для меня было неожиданностью, когда зашел вопрос о том, знаете, как говорят, ну вот ты предлагаешь, иди и сделай. Поэтому сегодня я беру на себя определенную долю ответственности в части именно коммунального предприятия, потому что я как экономист, как юрист обладаю определенным опытом работы в этой сфере и вижу, что это предприятие можно стабилизировать, чтобы оно не съедало все деньги городского бюджета. Спасибо.